Друзья, всем привет! Меня зовут Ильин Владимир, компания Прокатис.ру. И сегодня мы хотели немножко рассказать про новые приборы, так называемые Garmin Echomap Plus. И сегодня у нас на небольшом обзорчике прибор 72 Side View с датчиком бокового сканирования. Конечно, многие уже посмотрели всевозможные ролики по настройке этих приборов, по их возможностям. Таким системой Active Capitan, Quick Contours, это Quick Draw карты. То, что представлено у нас на этом приборе. И куча народа уже, конечно, знает, что это большие возможности приборов Garmin. Что же хотелось сегодня показать? Вообще, чем же, скажем так, для новичков они были бы, наверное, интересны, помимо всевозможных настроек сонаров, эхолокации и закачки карт? Ну, во-первых, здесь бесплатная система рисовалки карт сама по себе. Значит, так называемая система Quick Draw, когда мы можем зайти, отрисовать нужный нам водоем и посмотреть, какие глубины у нас присутствуют, микрорельефчики, посмотреть сонарчиком пройтись, поставить точки. Я думаю, что это будет очень многим интересным. И сегодня на тест-драйве мы сегодня как раз тестируем волжанку 50 фиш, мотор Mercury 60. Ну, и решили записать как раз ролик про Garmin 72, любезно предоставленный нам компанией новиком, Garmin.ru. Ну, в общем-то, отметить для себя какие-то интересные возможности этого прибора. И даже по коммуникации с двигателем Mercury. Так что же хотелось вам сегодня показать? Смотрите, что у нас есть в этом приборе. Ну, помимо всевозможных настроек, приборов контроля, то есть мы здесь можем увидеть, скажем так, по протоколу NME 2000, можно видеть как минимум то, что нас интересует, это параметр работы двигателя. В разделе, как я повторюсь, прибора контроля можно зайти, нажать двигатель. И у нас здесь на лодке шина соединена с двигателем Mercury. Когда мы его заводим, не заводим, запускаем, подключаем питание, мы должны сейчас обнаружить параметры этого двигателя. То есть здесь сейчас обороты ноль, естественно, расход топлива он будет показывать. Trim у нас Mercury 60 так просто не отображает, потому что у него аналоговый датчик и конвертер не существует. Точнее говоря, существует, его надо поставить, просто он стоит каких-то там денег. Вот, и всевозможные параметры, которые он у себя выдает, в общем-то здесь температура, вольтметр, температура масла и различные стрелочки, которые у нас появляются. То, что он может. Сейчас мы заведем двигатель и посмотрим, что он у нас выдает. Вот мы завели. Значит, масло, давление масла. Значит, дальше у нас выдается температура двигателя. Сейчас температуру масла для дополнительной датчики надо ставить, вольтметр. Здесь обороты и расход топлива. Мгновенный расход топлива в час. Если мы здесь сейчас нажмем настройки датчиков. Экран топлива. Это можно здесь настроить параметры топлива, чтобы отображалось на экране вашего прибора. Выбор двигателя. В общем-то здесь настройки достаточно простые. На самом деле в авторежиме здесь все настраивается. И все датчики у вас автоматически будут отображаться. Здесь, конечно, запас топлива в баке. Датчик этот можно подключить. Можно не подключать. Расход топлива в зависимости от оборотов будет. Это одна из фишек приборов Garmin, которые соединяются. Ну и вообще приборов, карт-плотеров, которые соединяются с двигателем. После включения в меню Sonar достаточно обширная система вылезает из всевозможных иконочек. Здесь есть традиционный датчик Clear View, Chirp. Side View – это боковое сканирование. Различные комбинации, естественно. Дальше здесь есть записи даже сонара, диаграммы данных, все, что нам нужно. То есть в общем в сонаре, например, включая Clear View, мы видим, что находится под нами. Глубина, температура воды сегодня аж 25 градусов. Можно покупаться, если есть желание. Боковое сканирование, естественно, мы стоим на месте. И тут полный пока дребедень. Давайте попробуем завестись и пройдем сейчас тихонечку. Включим передачу на двигателе. Вот такую интересную штуку он рисует. Это наш Chirp Halot 800. В общем-то, естественно, его можно настроить. Значит, настройки сонара можно изменить на… Минутку. Тип датчика. Частоту можно поменять, например, либо 455 поставить, либо 800. Здесь как раз изменения. И вы себе настроите ваш Chirp Halot Carplotter как раз под то, что вам необходимо. Вот что-то такое интересное даже, какой-то микрорельеф. Так, пошли назад. Давайте с вами рассмотрим функцию интересную бокового сканирования Halota. То есть, когда слева и справа от лодки можно посмотреть различные информации на дне. Вот что такое функция бокового сканирования. Надеюсь, всем видно. Сегодня достаточно яркое солнце. То есть, можно посмотреть в различном масштабе диапазон, настройка диапазона. Что у нас происходит. У нас волны у нас тут есть даже на воде. Что у нас там на дне. И какая структура у нас присутствует. Пойдемте на какую-нибудь интересную структуру сейчас посмотрим. Может, найдем сейчас что-нибудь. Тут можно поменять палитру. Здесь можно поменять палитру, если вам, например, не нравится. Контрастность у нас есть. Настройка сонара. Цветовая схема. Выбираем цветовую схему. Можно выбрать, например, темно-синий. Кому нравится эта схема, выбираете готово. Вот пошли посмотрим на темно-синем цвете. Кому-то темно-синий цвет, например, будет более заметен. Опять же, можно регулировать частоту либо 800, либо 455. Килогерц. И от этого будет зависеть, конечно, четкость картинки определенная. Это вот наше боковое сканирование. Есть, конечно же, и традиционный датчик. Как на всех эхолотах присутствующих, он пишет глубину. Чирп датчик. Что-то здесь, какие-то рыбки, я бы сказал так, что что-то присутствует на дне. Вот рельеф. Можно посмотреть сайд-вью. Сейчас давайте поглядим. Какой-то рельефчик у нас присутствует. Так, ну и, конечно, здесь можно подключить комбинированные различные комбинации. То, что те режимы рыбопоисковые, которые вам необходимы. Но это может, в общем, у нас любой эхолот. На самом деле, вся прелесть этого эхолота и вообще эхолотов Garmin, эхолотов Cartlotter в том, что они, наверное, одни из первых съели собаку на всевозможных картах. И в данных эхолотах реализована функция так называемая Quick Draw. Сейчас я вам ее покажу. Значит, вот, например, у нас здесь нет никакой карты. Топографической. И вообще никакой. Просто пустая флешка, которую мы вставили в прибор, установили. И у нас есть либо навигационная карта, которая, в принципе, у нас вот там, где мы ходим, наши маршруты. И больше ничего нет. Скорость показывает глубину, расход топлива заодно сейчас вывели. Если мы хотим посмотреть на карту рыбалки. Сейчас у нас функция Quick Draw выключена. То есть карту рыбалки. Что делаем? Мы приезжаем на неизвестный водоем. Одна из самых, наверное, интересных функций. Приехав на неизвестный водоем, мы можем отрисовать те глубины, которые, например, мы не знаем. Если мы не используем функцию Active Capitan, которую мы впоследствии расскажем. И о которой уже много в интернете рассказано. Мы заходим в меню. Quick Draw Contours. Нажимаем ее. Настройки. Отобразить. В первую очередь мы их включаем. Значит, это будет функция показывать нам изобаты. Если, например, они у нас не отрисованы. Здесь мы немножко уже порисовали. Значит, если они у нас не отрисованы, нам надо потратить некоторое время, например, на их отрисовку. Как это делать? Значит, вот у нас, например, наш неизвестный водоем. Мы можем на скорости до 20 км в час абсолютно спокойно идти. И если мы будем приближать, то мы будем видеть как раз наши изобаты. Вот здесь есть кусочек, который, к примеру, мы не знаем никакой глубины. Мы включаем через меню, нажимаем Quick Draw Contours и начать запись делаем. Появляется зеленый, вот такой зеленый кружочек. Значит, он показывает то, что у вас сейчас все хорошо. И спутники ловятся, и датчик эхо-локации работает правильно, все записывается. То есть, качество будет хорошим для записи рельефа дна изобат. То есть, мы потихоньку придвигаемся. Естественно, мы можем сейчас добавить скорости. Давайте с вами добавим скорости. И побыстрее будем передвигаться. Значит, если у вас кружочек, вот эта окружность зелененькая, будет красного цвета, это означает, что качество записи изобата у вас достаточно низкое будет. И ориентироваться на них нельзя. Значит, классически, как раз вот сейчас появляется классическое измерение изобат. Идет зигзагообразно, как мы уже рассказывали на некоторых наших, скажем так, роликах. А цветовая схема, она настраивается. Сейчас у нас 20 метров на одном сантиметре. Вот мы сейчас пройдемся так вот немножечко по бровке на Москва-реке и покажем вот такую штуку. Значит, про цвета я сейчас объясню чуть-чуть, прям попозже. Вот мы сейчас открываем таким проходом на скорости, например, 10 километров в час. Мы можем идти и рисовать наши закрытые для нас участки, которые мы не знаем. Можем идти даже чуть побольше. Давайте чуть побольше включим. Это масштаб отображения. Сейчас мы совершим разворот на 180 градусов. Скажем так, вот такой зигзаг отрисуем, как здесь сейчас вы видите на картинке. Вот мы совершаем разворот. Выстраиваемся на нужный нам курс и пошли назад. Мы уже в некоторых роликах показывали, как это правильно делать на Humminbird серия Onyx была. То есть у них тоже есть рисовалка, и у Lorenz есть рисовалка карт. Но на Garmin это бесплатно. Это подкупает для покупки приборов Garmin. Идем мы на скорости 10, а можем идти чуть побольше. Сейчас заодно я вам покажу, как проявляется красная окружность, закрашенная в красный цвет. То есть на скорости 15 километров в час можно абсолютно спокойно рисовать. Как только вы... Вот желтый, это уже, скажем так, не опасность, а предупреждает, что скорость высокая. И отрисовываться будет не так качественно, как бы вам хотелось. Скажем так, как может этот прибор вообще отрисовывать. Вот 18 километров в час. На 20 у него появляется как раз красная линия. Сейчас мы чуть-чуть разгонимся. Вот 19. 23 уже. Ну все, сейчас он перейдет на красный режим. Вот красная точка появилась. Это означает, что вы потеряете большее количество данных, которые могли бы использовать для своих цифр. Вот на 30 он еще более или менее отображает. Можно совершить сейчас нам разворот еще один на 180 градусов. Совершаем его. Естественно, скорость теряется. Так, погнали дальше. Вот опять желтенький у нас. Здесь задача нам не отрисовать конкретно какую-то карту, которую мы уже могли отрисовать и ранее. Здесь задача показать, насколько это интересно и насколько возможно. Так что происходит в итоге? Для чего вообще, в принципе, вот эти все цвета? Как они настраиваются? Значит, вот мы, скажем так, отрисовали карту. Переключаемся на карту рыбалки. Потом как раз мы находимся. Можем выключить отрисовку. Останавливаем запись. И мы находимся с вами на карте рыбалки как раз. Значит, что у нас здесь есть? Пойдем потихонечку в то место, которое отрисовалось более или менее нормально в предыдущий раз. Вот как раз видите, здесь зигзагообразные плюс прямые линии, пересекающие их. То есть, в общем-то, на 95% здесь отрисована площадь, вот эта вот водоема. Вот так вот. Она отрисована хорошо. И на нее можно ориентироваться. Значит, что показывает зеленый, желтый цвет и прочее? Это глубина. Переход глубин по изобатам. Значит, здесь можно через меню настроить карты. Вид карты. И затенение диапазона глубин. Значит, здесь вы можете выставить 10 диапазонов глубин, например, которые вам более или менее оптимально наблюдать. Значит, можно выставить, к примеру, какие-нибудь там впадины, либо пупки одним цветом, а, скажем, основные поверхности там другим цветом. Например, если вы идете на каком-то водоеме, где ровная глубина 4 метра, хотите найти пупок, где, например, там 3,5, выставляете здесь, и вы его увидите, я вам гарантирую. Вот это затенение и настройка как раз цветов, она позволяет вам отрисовать, и посмотреть, как меняется глубина по изобатам, и тем самым найти, к примеру, русло реки. Это будет очень интересно, я вам покажу потом фотографию. То есть здесь вот можно посмотреть глубины. Красный я выставил, это достаточно мелкая глубина, там около метра. Дальше коричневым, таким немножко, 1,8 от метра до 2, дальше до 3, 4, там более-менее глубокое место. Мне кажется, это очень здорово, это реально прорыв у компании Garmin в плане рисования, особенно за бесплатно, даром, назовем это действительно так и есть, вот этих карт. Так чем же нам, в принципе, Garmin так пролечает? Ну, во-первых, коммуникации с лодочным мотором по протоколу NMEA 2000. То есть Mercury нам позволяет вывести сюда интересные показания. Второе, это сонар. Датчик GT52, чирп, традиционный, плюс сайдевью. Вот такая вот картиночка, можно рассмотреть все более-менее подробно. Если мы сейчас откинем двигатель, который у нас немножко затеняет датчик, мы увидим более качественную картинку. Вот, это уже третий. Плюс к всему есть такая функция, как актив-капитан. Актив-капитан позволяет через облако скачать тот диапазон карт, где люди такие же, как мы с вами в одномоторнике рыболовы выкладывают их. Вот, например, мы сейчас походили, сняли эти показания, этих глубин в этом месте и сделаем доброе дело, сохраним мы это в облако, так называемое, то есть облако Garmin, в котором данные лежат от различных людей, пользователей, также из России, например, там река Кама, либо река Волга. Вот, и мы эти карты можем закачать либо себе в телефон и, соответственно, в прибор наш, Эхомап Плюс, и также в другие приборы Garmin. И когда вы заходите уже в карты, вы приезжаете на ту или иную место или водоем, у вас уже карта глубин есть, и вам не надо тратить дикое количество времени на отрисовку заново глубин на поиск этих точек. Естественно, точки никто вам не сливать не будет уловистые, но, тем не менее, структуру дна вы точно будете видеть. Это очень удобно. Так что так, с вами был Ильин Владимир, компания прокатить.ру. Если у вас будут вопросы, пишите, звоните, будем помогать. В следующем ролике мы постараемся показать сравнение приборов Garmin и Lawrence Elite 9 Ti, которые у нас установлены на другой лодке, но я думаю, что это будет уже ближе к осени. Постараемся. А если у вас есть вопросы по этому прибору, как правильно настроить, актив-капитан, функция актив-капитан, так называемая, она более-менее распространена. Уже есть и у ребят на YouTube-каналах всевозможных в интернете. Можно посмотреть, как правильно настраивать, связывать телефон, перекачка карт. Если будут вопросы, мы, конечно же, снимем. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Увидимся на воде в очередной раз. Всем пока, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!